Камчатка В результате дикий лосось, основной ресурс камчатской экологии и экономики, сегодня на крайней исчезновении. Олег Запорожец ученый-эхтеолог. Он занимается учетом популяции лосося на камчатских реках. Таким образом он отслеживает ущерб, нанесенный браконьерами. На таких островках, как вот этот, видите, да? И браконьеры тут как раз и занимаются своим делом. Сейчас что-то рыбы не густо, поэтому что-то мы останавливаться не будем. В целом рыбная отрасль для Камчатки является главной. Сто процентов рыбный край. Его так и называли всегда. Так же, скажем, западная Камчатка. Она дает порядка, наверное, четверти всего вылова России. Конечно, история Камчатки и экономика Камчатки это только рыба. Издавна, традиционно, вся Камчатка жила рыбой. Издавна, традиционно, там была своя коррупция, свое заворуще. И в советское время тоже было. Большая проблема это браконьерский промысел, который влияет в целом на запасы, ну и на нашу экономику. Глобальная проблема состоит в том, что браконьерство в Камчатском крае развито очень серьезно. И она поставлена на большой уровень. И она поставлена на уровень промышленного изъятия природных ресурсов. Это промышленный лов, хорошо организован. В основном, этот вид деятельности ориентирован на браконьерство, на икру, так называемую. Икра вывозит отсюда, да? Икра и рыба. По большей части икра. Они перегораживают сеткой, рабицей полностью речку. Рыба не попадает в невестилище и практически река становится пустая. Два-три года такой практики и рыбы нет. В прошлом году по периметру Курильского озера изъяли мы больше двух километров сетей. Можете представить, какие были объемы? Объемы большие. Объемы хорошие. Здесь вот, что его здесь не ловить? Вода практически стоячая. И ручеек, сам видишь, 7 метров шириной. Он же идет через озеро, там ставят, в устьях не водят. Ну, везде. Куда заползли люди, там и ставят. Бригада, да, 5-6 человек работает. Сколько они добывают икры за ночь? Ну, вот в разговоре сотрудники говорят, ну, где-то около тонны. А так как мы обнаружили впоследствии потом 17 баз таких, это 17 бригад. Можно посчитать, это нетрудно, сколько они делают за ночь икры. 15-17 тонн в день. Ну, у нас уже говорили о том, что у нас теневый капитал, может быть, где-то даже сравнивается с фирменами. То, что крутится в вороте. А кто вот эти, те, кто обогащается? Те, кто обогащается, хороший вопрос. Достаточно предприимчивые люди, которые умеют... Человек, имеющий средства, арендует вертолёт, вывозит эту группу в удалённые от населённых пунктов места, там, где рыба есть, да. Забрасывается куда-то такая база и работает. Она может работать как раз вот ту самую пути, ну, то есть летний сезон. Потом либо бросается, а вывозится только икран, либо тоже вывозится. Это река Правый Тихчик. Здесь стоит стационарный пост всего стрыбвода и территориального управления Росрыболоска. Недавно сообщили, что здесь изъяли 3,5 тонны икры у браконьеров, которые перевозили её с трассы газопровода. Это магистральный газопровод. Который тянется вдоль западно-камчатского побережья. Данный газопровод в последние годы практически использовался только браконьерами, когда стройка была замороженная. Газопровод создаёт очень удобные дороги для браконьеров на множество водотоков, которые этот газопровод пересекает. То есть он создаёт доступ в ранее труднодоступные регионы Камчатки. Ежегодно более 30 тонн икры вывозилось с трассы газопровода. О чём я и говорил, что здесь магистраль по вывозке икры. Остатки браконьерской сети, видно, уже ловили прошлые, либо позапрошлые годы. Быстрее всего люди в этом ручье ставили сетку, ловили рыбу, напотрошили рыбу, накидали. Этим были привлечены вороны, соответственно, медведь пришёл сюда же. Я родился здесь. Вот даже вот те же речки, которые у нас вокруг города, они все были наполнены лососями. Они были не арестовыми. Они все были речкой, здесь ни одного ручья не было, ни арестового ручья. Что сейчас творится? Река Камчатка, основное, как русло всей Камчатки, она почти всё вырезана. Если сейчас мы не сохраним нашу речку, как на лочи, то через 2-3 года лосося не будет. А чем мы будем кормить нашего медведя? Ничем, да. Потому что как продукт питания, основной продукт питания нашего, ну так природа разложилась, что всех животных Камчатки, основной продукт питания хищников – это рыба. Вообще для Камчатки основным таким индикаторным видом состояния природной системы является лосось. Так как если посмотреть на карту Камчатки, именно её сеть бассейновую, то мы увидим, насколько там всё переплетается, насколько там всё взаимосвязано. Вся экосистема полуострова питается за счёт лососей. И вот эта биомасса имеет колоссальное значение для животных, обитающих здесь. В первую очередь, конечно же, для медведей, которые питаются во время хода рыбы. И они набирают вес буквально за 2-3 месяца здесь, перед спячкой. Благодаря тому, что кормовая база очень хорошая. Медведи также являются объектами браконьерства, особенно в последние годы. Наши азиатские соседи, в основном Китай, конечно же, очень заинтересованы в получении дериватов. Вот именно эта потребность обеспечивает очень высокий уровень браконьерства. По неофициальным данным, здесь браконьеры уничтожили около ста медведей. Изымают желчь, отрубуют лапы. Вот, кстати, да, 25 октября мы задержали двух браконьеров. С медведицей, ободранная шкура и три убитых медвежонка с обрубанными лапами. Вот надзор, ребят. Покажем документы на оружие. Камеру уберите. Документы на оружие, показываем. Палкой умажешь. Что имеется в машине? Ничего нет. Пусто. Откройте, посмотрим. Так, и сколько мишек погробили? Сколько мишек? Три? На Камчатке отмечены дикие случаи, когда предотвращались попытки, допустим, вывоза 400 лап медведей в Китай. Это означает, что 100 медведей было убито только ради одного, чтобы отрезать им лапы и отправить их в Китай в рестораны. На Камчатку ежегодно приезжают тысячи туристов только для того, чтобы увидеть бурого камчатского медведя. По подсчетам природоохраны, каждый медведь приносит в государственную казну до 100 тысяч долларов в год. Браконьерское уничтожение медведей таким образом лишает федеральные и местные бюджеты естественных доходов. Андрей, инспектор природоохраны, согласился показать мне дикого медведя как обыкновенному туристу. Прямо напротив мыса стоит в воде. Мишаня, Мишаня, здесь мы. Иди гуляй. Вот так себя ведет нормальный медведь. Увидев человека, спокойно убегает и уступает ему дорогу. Такими вот надо просто любоваться, просто наблюдать за ними и все. Как интереснее поглядеть его тогда, когда вот он вот ходит, а не на картинке. Идет по своим медведям делам кубатурой и что-то, да? Сам себе на уме такой. Пока человеку выгодно разрушать природу, он ее будет разрушать. Потому что он хочет красивый дом, он хочет машину, он хочет, чтобы дети учились. Да, толчок этому явлению, такой резкий толчок, был дан в начале 90-х, когда была массовая безработица. И по сути все люди тогда выжили на рыбе. Ну а потом уже безработица в значительной степени спала, и браконьерство приобрело совершенно иной характер. В настоящее время, по сути, браконьерство происходит не для того, чтобы прокормиться. У нас ведь есть целые деревни, в том числе и в окрестностях Петропавловска, Елизова, которые так и называются, браконьерские. В этих поселках полно крутых, крутых современных джипов. И когда видишь там у простого вертолетчика Хаммер, стоящий во дворе, то понимаешь, что он заработал, скорее всего, на перевозках икры. Потому что из своей зарплаты Хаммер он явно не купит. Народ развратился. Ни для кого не секрет, что в настоящее время лососевы являются основным социально значимым ресурсом. Практически все наши поселки существуют и живут только за счет незаконного вылового рыбы. Уничтожение лососевов может привести к социальной катастрофе на Камчатке. Кому-то это питание, продукт питания, средства существования, минимального средства существования. А кому-то это большие деньги. Не за выбор коньера они продают перекупщику. Приемщики, естественно, люди, мне кажется, должны быть в положении. Естественно, вы занимаете высокое положение, чтобы заниматься такими большими объемами. Потому что задействованы люди-то силовики в основном. Очевидно, что такие люди организуют и дальнейшую цепь поставок, то есть ищут потребителей. Так как раз возится, в принципе, к областному центру, к аэропорту, к торговому морскому порту, к военному аэропорту. А дальше начинается самое интересное. Дальше это есть кто-то, кто формирует крупные партии, которые уходят либо за границу, либо, что скорее всего, просто уходят в континентальную Россию. Ведь вывезти оттуда продукцию можно либо по воздуху, либо море. Других способов не существует. Ну, основном, все-таки это воздушным путем, потому что, ну, Камчатка, у нее нету поездов. Это транспортная авиация военная едет. Сколько в транспортный самолет можно икры носовать? Много. Ими танки возят, ими самолетов. Икры туда можно, и рыбу можно положить много. Это означает, что налажены транспортные каналы. То есть браконьерство превращается абсолютно в теневой бизнес, но очень развитый и отстроенный. Понятное дело, что довольно значимая часть денег, выручаемых в результате на каждом этапе цепочки, она отстегивается для различных коррупционных дел. Что всегда есть кто-то, кто должен закрыть глаза. Это сложилась система уже внутри государства, структура. То есть вот эти потоки, достаточно большие потоки, они не проходят в бездушном пространстве. Кто-то их контролирует, кто-то их регализирует, кто-то их прикрывает. Ясно, что какая-то часть сотрудников органов, скорее всего, в этом занята. Есть браконьерство определенных ведомств, определенных структур. К контролю промысла, лососи, подключено колоссальное количество организаций, включая Федеральную службу безопасности, ФСБ. Федеральная служба безопасности, точнее конкретные представители, они давно, будучи в преступном сговоре с представителями морского торгового порта, они крышуют это дело. И корабль возится оттуда в очень больших, в гигантских объемах. Я с многими людьми общался, и вот общался я с одним человеком, который тогда работал в управлении Федеральной службы безопасности по Камчатской области. И он сказал, ребята, вот хорошее вы дело делаете. Все, конечно, говорит, ты черт знаешь, что творится, но только нифига у вас не получится. Я говорю, а почему? Он говорит, знаешь, вот если бы ты знал, какие суммы и кому отсюда самолетами каждую субботу увозят. Я говорю, ну кому? Говорит, не скажу. Сам жить хочу и тебе желаю. Говорит, ну намекни. Ну, говорит, единственное, что могу сказать, что везут не дипломатами, а чемоданами, а этих людей ты каждый день по телевизору видишь. Это вот такая вот многоуровневая система браконьерства, и самое главное, что она вся скреплена четко коррумпированными связями. На каждом этапе есть обязательно свой наблюдатель, смотрящий, который получает деньги, который их передает наверх. И все это складывается вот в те самые чемоданы, которые везутся, и где покупаются министры и их посты. Основная масса государственных людей на государственной службе, она не служит, она кормится. Это не служение, это кормление. У нас же строится вертикаль власти. Вот именно эта вертикаль власти, она является основой этого теневого бизнеса. То есть, начиная с маленького и большого президента, теневой бизнес существует, как и вся бюрократия в этом государстве. Если говорить о интересах государства, народа и интересах верхушки, они, конечно, кардинально разные. Вот, собственно говоря, тот слой государственных управленцев, высших государственных бюрократов, собственно говоря, определяет во многом то, что творится в стране. Интересы вот этого слоя абсолютно шкурнические, на мой взгляд. На самом деле, последние выборы были полностью оплачены рыбными фермами. По российскому законодательству природные ресурсы находятся в полной собственности государства. Все вроде замечательно. Она, может быть, в какой-то гипотетической собственности государства-то и находится, но при этом она отдана полностью на откуп и управление определенному слою государственных служащих, которые служат, как мы уже с вами выяснили, в первую очередь не государства. И в целом объем, значит, вот этого браконьерского промысла оценится примерно в 2 миллиарда долларов сегодня. Речь идет о миллиардах, на самом деле, если говорить о нелегалке. Вот, это и счетная палата устанавливала, и есть разные оценки. Для некоторых водоемов это уже имеет катастрофические последствия. Как, например, у нас река Большая, которая уже, в принципе, может стоять вопрос о закрытии промысла полностью на реке. Ну и также те реки, которые находятся вблизи крупных населенных пунктов, это у нас Паратунка, Авача, они уже практически уничтожены браконьерами. С моей точки зрения отношение правительственное к рыбным ресурсам находится примерно на том же самом уровне, как к нефти, к углю, к золоту, к чему угодно. То есть это нечто, что можно быстро извлечь, продать и получить прибыль. Ну, примерно так же, как нефтегазовыми королями это все рассматривается. Да, вот мы вцепили, в паутину поймали, вот совсем пока сухая шкурка не останется, потом бросим. Надо сохранить то, что сейчас кормит Россию великолепной рыбой. А рыба это возобновимый ресурс, на котором эта территория может жить и жить и жить и жить десятками, то есть сотнями лет. Я всегда надеюсь, что это станет кому-то нужно, и не потому, что они проникнутся высокими идеалами, а все-таки, что наступит просветение, а на самом деле поступает. Понимание, что, собственно говоря, дальше так нельзя, иначе просто править-то ни с кем будет. И нечем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok